Всем привет, ребята! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале Анску Лайнен. В сегодняшнем видео я вам покажу самые бюджетные достопримечательности города Турку. Я живу на территории Турку города уже несколько лет, и поверьте, у меня есть что вам показать. Как можно провести время в Турку, не потратив ни одного евро? И если вам интересно, то обязательно оставайтесь смотреть это видео, потому что... Обязательно оставайтесь смотреть это видео, потому что вы удивитесь, очень прикольно. Оранжевый баржа, который вы сейчас видите, называют Турку Ферри, и это считается единственным движущимся мостом в Турку. Появился он в 1903 году, и вмещает в себя 75 пассажиров. Ходит он через реку абсолютно без какого-либо расписания. Путешествие через речку Аурайоки займет около полторы минуты. Слово Ферри пришло из шведского языка фария, или с английского фэри. На фэри можно брать также велосипед. В 1903 году Ферри был пароходом, а в 1955 году в нем появился дизель-мотор. А в 2017 году он стал вообще электрическим. Ферри это самое настоящее национальное достижение в Турку. Все его обожают, все ими пользуются. И это, знаете, даже на мерчандайзинге Турку часто изображают. На сувенирах, конечно же. Следующая достопримечательность у нас фуникулер в Турку. Это первый фуникулер вообще в Финляндии, который находится вот так вот на улице и является городским фуникулером. Вы можете беспреградно добраться на фуникулеры на гору Какуланнаки. Что я имею в виду беспреградно, то есть, если вы на инвалидном кресле или с велосипедом, или с самокатом, как я, то вы спокойно можете на нем добраться наверх. Туда, на эту гору, вообще не ходит никакой публичный транспорт, поэтому на данный момент фуникулер является единственным. Фуникулер отвезет вас между улицей Линнанкату и Граниттей Линнанкату. Фуникулер этот открыли 24.05.2019 года, поэтому это совсем еще свежий аттракцион. Длина маршрута 130 метров, а высота 30 метров. Путь займет всего одну минуту, поэтому очень быстро вы сможете попасть наверх. Путешествие на фуникулере абсолютно бесплатно, и он открыт с 4.30 до 1.00 ночи, а по выходным с 5 до 24.00. Невозможно не рассказать отношение к фуникулеру жителей Турку, потому что все-таки на их деньги строился этот большой проект. На самом деле на этот фуникулер должно было уйти около 2.5 миллионов евро, но в конечном результате ушло почти за 5 миллионов. И конечно же жители Турку очень удивлены и разочарованы. Да, и вокруг этого всего крутятся мемы, собираются по интернету. И я сейчас объясню почему. Потому что обещали одно, а получили совсем другое. Я вам оставлю внизу обязательно ссылочки на эти мемы, потому что все-таки права у меня ограничены, используя здесь эти фотографии. Поэтому переходите обязательно, посмотрите какой он должен был быть крутой, стеклянный, а получился просто как, извините меня за помойный баг. Именно так сравнивают фуникулер Турку, жители Турку. Но это еще не все. Ладно бы, если внешний вид неподобающий, но так он сразу начал ломаться. Постоянные неполадки в Турку, это вообще прямо уже в течение двух месяцев его преследовали неполадки. И поэтому над этим всем ржут и вообще относятся к нему очень скептично. Тем не менее, я все равно вам советую прокатиться на этом бесплатном аттракционе. А еще, ребята, следующая достопримечательность, которую стоит посмотреть, это район Портса. Портса от слова порт. Это такой портовый район с деревянными домиками. Там такая идиллия, что мимо этого района пройти просто невозможно. Я очень рекомендую посетить такой район те, кто неравнодушен к архитектуре деревянного типа. И, конечно же, кто хочет разнообразить свою поездку вот чем-то таким архитектурным. Вообще, он считается одним из самых дорогих для проживания. Место абсолютно уникальное. Построено оно по плану Карла Энгеля, финско-немецкого архитектора. Вообще, план был обозначен уже в 1828 году, но фактически он построился только к 1900 году. И, в принципе, считался таким жилым кварталом для рабочих, проживающих в Турку. А свое второе название, вот именно Порт-Артур, он получил от российской крепости Порт-Артур. Вообще, его судьба была такая, что его хотели снести в 1970 году. Но он получил такую огромную поддержку жителей города Турку, что в 1981 году он был защищен от глобальных перестроек законодательно. Вообще, на этой территории находится очень много деревянных построек, разделенных небольшими булыжными улочками. Что делает район очень живописный и очень милый. А на территории также находится Микайлингирко, это Михайловский собор. И также, как у Ланмяки, это такая вот старинная, такой тюремный замок. Район очень уникальный и действительно советую посетить его и вот насладиться вот таким северным модерном. Я реально вот так вот прямо зарекаюсь на северный модерн в некоторых домах. Не все, конечно же. Не советую пропускать булочную Ковскер-Лейпова, потому что это реально самая лучшая булочная в Турку. Поэтому реально советую зайти. Рекомендую также не пропустить Сейкайлопуисто. Это такой развлекательный парк для детей в основном. Но также там есть такой мини-зоопарк с домашними животными. И любой может подойти, посмотреть на них. И там очень милая, хорошая атмосфера. Несмотря на то, что там стоит даже забор, естественно, перед ними. Но там очень приятный островок сделан для животных. И можно и козлов увидеть, и всяких павлинов, и куриц. И это очень мило. А также есть дорожный парк, где можно взять на прокат такие машинки. Это уже, конечно, будет стоить денег. Но если прийти, например, со своим велосипедом, либо самокатом, там можно просто покататься. Там есть специальные светофоры. Прям настоящие, только в мини-версии. Это такой мини-дорожный городок с маленькими деревянными домиками, прямо как в Турку. Он очень популярен, и, как вы можете видеть, там он всегда просто заполнен катающимися детьми. Ну, а что касается самого развлекательного парка, то это просто какой-то оазис of the seas. Это прям какой-то оазис. Я думаю, что вам там очень сильно понравится, и я его очень рекомендую. Мне кажется, мне нечего рассказывать, потому что вы и так все видите на видео. Вот такое видео о бесплатных достопримечательностях в Турку у меня получилось. Если вам такого рода формат понравился, обязательно ставьте пальчик вверх, а также пишите комментарии, какого вы мнения. Если у вас есть какие-то идеи, как развить этот формат, или есть подкинуть какие-то идейки, обязательно пишите. Я всегда возьму на заметку. Вот, и если хотите больше таких видео, тоже обязательно дайте мне знать. Если видео было полезным, тоже обязательно отпишитесь. И если пойдете по моим тропам, обязательно напишите, как вам они понравились вживую. Ну, с вами была, как всегда, традиционно Настя Анскулайна. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Мне очень приятно всегда. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok